Концерт такого масштаба впервые проходит в регионе. Зрители восхитили красочные мелодии ударных инструментов, в особенности заворожил дураджи, состоящий из 25 струн. Также творческий коллектив «Рагым» исполнил казахские народные песни. В своем выступлении посол Республики Корея Ким Дэ Сик отметил, что между двумя странами налаживается культурное и экономическое сотрудничество. «На сегодня в Казахстане проживает немало представителей корейского народа. В вашей многонациональной стране все живут в мире и согласии. Мы специально пригласили народный ансамбль «Рагым», чтобы еще раз продемонстрировать нашу культуру и видим, как тепло их принимает местная публика». В ходе мероприятия продемонстрированы не только национальные песни, но и культура, традиции и обычаи корейского народа. Также организована выставка, посвященная корейской культуре. На выставке представлена коллекция корейских национальных нарядов и различных украшений. «Посол Южной Кореи Ким Дэ Сик приехал в наш регион, в наш город в первый раз, впервые. И приехал, можно сказать, не с пустыми руками. Он привез профессиональную команду музыкантов, которые нам покажут традиционную корейскую культуру. Это музыканты из Южной Кореи, из города Сеул. В нашем городе такой фестиваль проходит впервые. И жители нашего города очень ждали его». Масштабная концертная программа, представленная корейским ансамблем, смогла заинтересовать зрителей. Организаторы выразили уверенность, что культурные мероприятия, демонстрирующие искусство двух стран, станут традиционными в дальнейшем. На сегодняшний день в области насчитывается около 1500 представителей корейской национальности. Они принимают активное участие в жизни общества.